ребят и снова всем привет значит какая ситуация приключилась смотрите дверь в туалете имеет вот такие вот ручки вот и вот это вот внутренняя начала люфтить шататься смотрите как сейчас дверь продержу одну рукой ногой вот смотрите вот туда сюда и это меня стало уже напрягать поэтому нужно сейчас ее сделать давайте эту ручку внимательно рассмотрим возможно у вас точно такая же будет модель оставлю в описании значит что тут происходит делается все ребята буквально за пару минут так скажем минут пять точно смотрите вот снизу вот они есть винт как он правильно называется я не знаю вот он видите и он немножко вот выкручен то есть ручка ослаблена с этой стороны все то же самое вот смотрите вот видите вот гнездо вот отверстие так скажем сейчас вот и вот здесь он находится давайте сейчас его выкручу чтобы вы понимали как он вообще выглядит вот берем для этого шестигранник подбираем вот я его достал посмотрите вот так вот он выглядит сейчас вот он одет на ключе он у меня был почти весь выкручен то есть монтажники устанавливали двери и как говорится все делается на быструю руку и ничего не позатягивали поэтому сейчас его нужно просто затянуть вот он у немножко вот приложили усилий так до той степени пока ключ от идет все вот уже ключ у меня начал выгинаться соответственно чтоб не сорвать резьбу ничего не сделать все отлично смотрите люфт уже прям такой который был пропал ну практически вообще нет сейчас она сама по себе вот немножко вообще еле-еле-еле то есть подтягиваем сейчас с этой стороны подтяну вот вставляем ключик и оп есть подтянули давайте посмотрим видите немножко 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 есть не так как было но ребят лично меня сейчас это не устраивает я попробую сейчас добраться до саморезов которые находятся под вот этой вот декоративным квадратиком как такая вот ставочка она которая прикрывается саморезы если у вас будет круглая ну к примеру да там возможно будет резьба просто возьмете и такой ты открутите она откручивается закручивается но у меня вот эти вот квадраты посмотрите здесь есть аналогичные вот такой винтик да вот тут вот он сейчас я попробую к нему подобраться и мне нужно его ослабить для того чтобы этот квадрат вытащить мне нужно подлезть вот ключом вот я пытаюсь подлезть видите мешает вот это вот накладка на самом вот замке поэтому подлезть не удается вот видите не хватает места поэтому нужно эту накладку снять сейчас вот отсюда если было бы это все так как тут то проблем бы не было кстати вот это шестигранник которым подтягивали вы его здесь вот да он и сюда подходит но вот тут вот шестигранник сделали меньше непонятно зачем делаете в одного диаметра чтобы было удобно подлезть поэтому сейчас я нахожу вот видите вот он винтик снизу я взял для этого индикаторную отвертку то нам не видеть немножко слизана и вот сейчас я ей подлезу и скручу эту накладку буквально пару оборотов сделал все вот она ослабла я ее снимаю надеюсь сейчас не место хватит да нормально место хватает наконец-то теперь нужно выкрутить вот этот винт снизу чтобы снять вот эту накладку также пару оборотов сделал вот все освободил вынимаю ее вот так вот она выглядит вот подбираем отвертку в данном случае у меня крестовая понадобится и вот затягиваем вот эти вот саморезы вот один второй третий берем дверь держим и подтягиваем сильно не усердствуем прям вот таким образом нужно их подтянуть подбирайте насадку или отвертку по диаметру чтобы не послизывать вот эти вот саморезы ну сразу же тут подтягиваем раз уже сняли накладку сразу же возьмите подтяните по это поэтому я понял друзья что после мастеров после установщиков дверей да нужно все потом доделывать поэтому такие дела все подтянули берем и ставим это все обратно на место собираем в обратном порядке сначала квадратно вот сюда вот наверх но для чего сразу квадрат для того чтобы вы ключом подлезли все у вас сейчас есть место доступ для того чтобы вы подлезли ключом все затягиваем также до упора не тянем прям вот чувствуете что затянули вот все никуда этот квадрат больше не слезет проверяем сбоку смотрим чтобы не было зазоров ну посмотрели он должен плотно прилегать если плотно прилегает значит все нормально вы сделаны ну теперь берем вот этот вот квадрат здесь этот шестигранник не подойдет не знаю на хрена делать разного диаметра непонятно поэтому беру свою проверенную отвертку индикаторную ослабляет тут видите не лезет нужно ослабить опять не лезет опять ослабим все видите отлично стало и теперь таким же образом затягиваем нужно будет пойти просто сходить в хостовар и купить шестигранник такого диаметра потому что ну отверткой все-таки неудобно вы все равно там стираете эти грани поэтому еще не раз придется эти ручки подкручивать поэтому шестигранник по-любому пригодится вот нужно будет просто взять какой-то набор найти универсальный и пользоваться у меня вот есть один из наборов но ребят тут нет таких шестигранников я попробовал всунуть звездочку вот но звездочка это как застряла вот они видите звездочки она как застряла или вытянула ее поэтому либо шлицевую отвертку подбираем по нужному диаметру как допустим вот индикаторная видите вот так вот она слизана либо шестигранник покупаем либо такой универсальный набор чтобы были такие шестигранники различных диаметров либо какой-то один купите в хостоварах его там цена рублей 30-50 теперь сейчас сделать все то же самое вот с этой стороны нужно будет все то же самое только все то же самое что вы только что видели поэтому ребят если есть время посмотреть еще посмотрите а так в принципе вся для вас информация и если у вас произойдет такая же ситуация как вот на двери в спальне вот смотрите ручка для того чтобы открыть дверь вот видите она заедает то есть она вот заедает и это очень сильно мне не нравится поэтому буду делать то же самое что я делал в зале видите вот я спокойно пальцем нажимаю у меня есть записанный видеоролик как исправить эту ситуацию чтобы ручка не заедала обязательно его посмотрите в конце видео появится рекомендация также сейчас вот тут вот всплывет рекомендация можете перейти посмотреть я сейчас займусь разборкой вот этой стороны и потом вместе с вами посмотрим будет ли люфт вообще или не будет займемся значит подтягиванием изначально давайте подтянем вставляем ключ вот сюда здесь все отлично все видите рвать душу не нужно теперь скручиваем вот этот вот квадрат вот таким образом видите не всегда подходит даже отвертка там подошла а тут вот сейчас нужно попробую ключом влезть нет ключом не влезу поэтому сейчас подбираю другую отвертку там зашла тут вот что-то но не хочет пришлось взять вот звездочку и только ей лезть вот видите все снял вот звездочкой накладку снял теперь мне нужно подлезть вот сюда правильно потому что ключ так просто не подлезет все пару оборотов делаю так даже не пару чуть побольше нет вот все вылезло все теперь осталось вот затянуть вот эти саморезы вот они верхней тяну так вот он а стоп надо переставить отвертку это вынимаю крестовину вставляю и так переключиться надо здесь на отвертке у меня она механическая ну в смысле с этим есть есть ребята если слижете то ничего страшного другой саморез возьмете подберете и вкрутите они настолько тут гнилые так сказать шляпки эти прокручиваются на раз и тут делаем все то же самое вот вот раз подкрутим правильно раз разобрали тут вообще видите прокручивается на этом вообще вот слизали ну короче все классно установлено вот ну все здесь подтянул теперь собираем в обратном порядке вот вынимаю вставляю звездочку значит этот квадрат вот видите винтик этот в общем выкручиваю все одеваю теперь мне нужно посмотреть чтобы нормально он чтоб не было в общем зазора вроде нормально и одной рукой держим а второй его закручиваем опять же делаем все не до упора прям ну не рвем вот смотрите последняя докрутка оп все отлично смотрим чтобы квадратик был без зазоров по бокам все отлично теперь друзья переступаем к вот этой накладке и тут выкрутим побольше вставляем вот она села и подкручиваем вот нижний винт этот все сел звездочка видите еле вылазит все в принципе нормально вылезло все отлично ну теперь давайте проверим как у нас с люфтом обстоят дела так ребят но он минимальный то есть я считаю что этот допустимый допустимый люфтик не прям чтоб он весь ушел но по крайней мере эта ручка очень сильно шаталась вот вот так вот это выглядит ну я думаю друзья как бы максимально я люфт устранил но для того чтоб его наверное полностью устранить нужно вот разбирать тут смотрите тут квадрат вот он идет который входит в этот замок вот вот я думаю там либо подстерлась что-то ну в общем я думаю вы в общем сделаете вот таким образом и этого будет достаточно а если будет желание то уже лезьте в замок смотрите ну так в принципе друзья лайфхак этот работает все отлично вот с этой стороны вообще классно люфт убрался вот все друзья подписываемся на канал если видос понравился ставим свой лайк ссылки все в описании ссылки на то как исправить чтобы ручка нормально открывалась и не заедала поэтому обязательно посмотрите этот видеоролик всем спасибо за просмотр всем до новых встреч пока